Всем привет! С вами вновь Фонтан Логвинов! Наверняка вы уже видели этот рекламный ролик Яндекс.Такси, в котором я принимал участие. Ну и настало время рассказать, как это было. Ты едешь на Акшири, и у тебя полное погружение! Для тех, кто не знает, в октябре Яндекс.Такси совместно с Electronic Arts подготовили 10 фирменных машин для дорог Москвы, в которых была установлена финальная версия Battlefield 1 вместе с Xbox One, ну и, соответственно, телевизором и акустикой. Пассажиры могли опробовать одиночную кампанию еще до выхода игры, ну и чтобы прорекламировать это событие, в Яндексе решили снять взрывной ролик. Ну а поучаствовать в нем пригласили меня. Решили причем довольно быстро, в среду придумали концепт, за несколько дней все решили, и вот в воскресенье утром мы с моим другом Кириллом уже выдвинулись к месту съемок. И добраться туда оказалось, ну, не такой тривиальной задачей, как мы думали. В общем, это, сейчас 7 утра, уже 2 часа в пути. И мы едем посреди какого-то, ну, чего, здрасте, бабу, типа нету склада или что, или стройка идет? Мы реально едем в очень жопе. Ну, то есть, я думал, что это будет нормальный 200 км, но сейчас я понимаю, что в последние минуты, ну, посмотрите, что это дорога хорошая. Это уже такое, in the middle of nowhere. Как они здесь разъезжаются, знаешь, такое, типа, в реку. Дай, чувак, я проеду, как-то еще, я не знаю. Так, смотри, дорога заканчивается. Дичь меня сглазит. Дороги реально закончились. Уважаемые жители и гости Подмосковья, связайте с чистотой порядок на территории сельского населения Галибакинс. Оказалось, в общем, что не туда. Спустя несколько километров мы уперлись в знак «Проезд запрещен». На самом деле, там я сзади, кажется, значок радиации еще виден. Самое стрельбное, это то, что мы едем в правильном направлении. Мы созвонились сейчас со съемочной бригадой, и мы едем туда, куда нужно. После еще нескольких километров скитания выяснилось, что мы едем все-таки не туда. Несмотря на то, что мы были в двух километрах от цели, проехать по этому гидросооружению было нельзя, и нужно было делать крюк еще в 20 километров. Проблема еще заключалась в том, что мы вообще не знали, куда едем. Мы только что узнали, что съемки будут в Муревском карьере, нам туда надо. То есть предупредить людей, что у вас съемка на бездорожье будет вообще в жопе какой-то. Вначале речь о чем по Москве? Приезжайте на съемки в Москву. Наконец, спустя полтора часа скитаний мы добрались к нужному месту. Место, к слову, действительно оказалось важным. Здесь добывают огромное количество песка для московских и подмосковных строек, а работы здесь не заканчиваются даже ночью. Грузовики ездят буквально 24 на 7. Почему я себя в видеигре сталкером? Чего я все больше, а? Спустя некоторое время мы, наконец, увидели, ну, так сказать, лагерь съемочной группы. Иди нам встать! Здорово! Здорово! Паркуемся! Привет, Саша! Я лично, наверное. Привет, Кирилл! Мы только вот сейчас полчаса узнали, что я тут в карьере буду. Нам ничего не сказал. Ты ничего не знаешь вообще, да? Вообще еще никто. Да, оделся я, прямо скажем, не по погоде. Температура приближалась к нулю, а я почему-то был уверен, что на улице во время съемок придется провести мало времени. Короче, выяснилось, что четкого сценарию всей истории нет, но мне был не привыкать. Я все-таки в большинстве случаев работаю без всякого сценария. По плану меня должен был возить известный гонщик, а я что-нибудь рассказывать про Battlefield 1. Ты знаешь, да, что с рулем будет пилот, который Борис Дакар, выиграл? И тебе придется здесь ехать, вокруг все будет взрываться, а там в состоянии на ночь я ничего не будешь видеть. Если у нас умрет человек на площадке, а ты тоже не самый хороший, но... Слушай, за ним умерли, я буду крепкую карту. Да. Как выглядит боевое такси Яндекса, на тот момент широкой публике еще не было известно. машину избавили от защитных пленок только непосредственно перед началом съемок. Так, а давай побросим ботылочек заглеить логотипом портавления. Выпив чашечку кофе, я отправился в гримерку. Там уже заканчивали работать над Андреем Каргиновым, так сказать, моим сегодняшним водителем из команды КамАЗ Мастерс, который ни много ни мало в 2014 году выиграл ралли Дакар. Ну и у нас было время немного пообщаться. Вы уже спланировали, да, вот что, и маршрут, и... Вчера посмотрели примерно, ну тут серийная машина, и быстро на ней ехать, я не знаю, как это получится. Вчера попробовали, колеса стали. План, ну, действительно, был масштабный. За съемки отвечала весьма известная компания, Кинодоктор, которая работала над бесчетным количеством разных проектов, и что тут скажешь, ну, их уровень был понятен сразу, появилось ощущение, что попал на съемки кинофильма. Как раз хотелось бы недавно сходить на съемочную площадку какого-нибудь фильма. Они пригнали туда самых разных специалистов, операторов, пиротехников, там, пилотов, квадрокоптеров, команду Russian Arm. Это одна из самых известных российских систем, которая удостоена награды Американской киноакадемии, и постоянно применяется на съемках кино, ну, и в том числе голливудского. Также стояли палатки с едой, огромный штаб на колесах, откуда координируются съемки. В общем, все было серьезно. У нас с вами сегодня такой псевдо-ролейный отрезок дороги в Кариле, который мы приукрашиваем силами пиротехников и имитируем некий полигон боевой. Первый сет кадров – это заявочные планы. Мы заявляем пилота, мы заявляем блогера, мы заявляем такси, мы заявляем локацию, в которой все происходит. После этого мы переходим к финалу этого всей истории. Машина в неком трюке, назовем это псевдо-дрифт, заходит на финальную точку, срабатывает пиротехника, которая говорит о том, что все, блога закончена, и из машины выходит блогер. После этого мы снимаем на нескольких крупностях с нескольких ракурсов различными способами финал. Далее, мы идем вниз по склону, выходим в первую змейку поворот. Там у нас и ашинарм, и внутри камера, и дрон. Плюс работает пиротехника, которая в дрифте отрабатывает поворот, имитация взрыва. Я прошу сегодня соблюдать максимально внимательными, слушать внимательно рацию, потому что работает пиротехника, работают автомобили, с нескольких скоростях. Времени на поковырять носу у нас сегодня не будет, поэтому максимально собрано. Слушаем меня, слушаем Сашу, надеюсь, все будет хорошо. Все, всем спасибо, по рабочим местам, поехали. Ну и понеслась. Первая сцена была с представлениями героев. Ну и это, надо сказать, то еще удовольствие при двух градусах на улице стоять под вентилятором, который тебя еще и обдувает. Кстати, финальный кадр, вошедший в ролик, был снят скорее из-под тяжка, в стиле желтых журналистов, но получилось забавно. Ребята, чуть-чуть поближе подойдемте. Техники тем временем ковыряли Яндекс.Такси вместе с Андреем, чтобы отключить в машине всю автоматику, ну и выжать из нее максимум на бездорожье. Мы сейчас включаем все системы стабилизации, чтобы эта машина могла нам дать возможность покрутиться, покатушек, дрифт и так далее. Ну, чего-нибудь. Машин, кстати, в съемках участвовало две. Нужно было переставлять камеры для разных планов, а грибовые на машину устанавливаются очень долго. Ну, проезды, как же нагнать. Должны нагнать, да. У нас тут. А перцом-мон-датор, как говорили, в древней линии. Пиротехники тем временем тестировали свои пламеизвергающие игрушки. Ну, а пилоты квадрокоптера отрабатывали предстоящие планы. 29 метров, пожалуйста. Ребят, механики, камеры, пожалуйста, это же норму, батарейку поменять на камере. Так, то режиссер настойчиво требует актера на озвучание. Пожалуйста, идите. Сейчас, серьезно, сейчас в горы лететь, крутиться, взрываться. Очень гафучок. Очень круто. Даже я, снимаясь много-много лет, пытался найти, куда они его засунули. не сразу включилась. Наконец, настало время мне сесть в машину. Оказалось, правда, что за ночь она промерзла настолько, что в ней было чуть ли не холоднее, чем снаружи. а там где-то обедают в тепле. Режиссер? Режиссер. Режиссер. Начали, начали, начали! Когда начался экшен, согреться тоже не особо получилось. Снимается ведь все дублями, ну а между ними очень-очень долгие паузы. Стоп, быстро, на исходном. Почему не было взрыва? Ну и к этому моменту мне до сих пор не было ясно, что мне нужно делать, чего от меня хотят создатели, и есть ли у этой всей истории какой-то сценарий. Поняв, что его фактически нужно придумывать, я начал просто вспоминать трейлеры Battlefield 1 и в прямом смысле я на ходу начал придумывать какие-нибудь подцепки к ним. При этом я практически не видел, что происходит снаружи, а снаружи в этот момент жгли огонь, взрывали подводные бомбы и заряды вдоль дороги. Как и на всех съемках, далеко не все сцены вошли в финальный монтаж, ну а самый красивый и сочный дубль со взрывами например, вообще сняли, когда совсем село солнце и его уже нельзя было смонтировать с предыдущими кадрами. По-моему, это был самый пи***й дубль. Ой, чуть матом не разорвался. Но он просто так. В штабе в это время собирали материалы со всех камер и уже делали предварительный монтаж. В конце дня, когда внешние планы все же были отсняты, мы сели в машину, ну и они меня просто стали катать, швырять из стороны в сторону, ну а я начал нести все, что вздумается. В какой-то момент я понял, что пристегнутым кататься не весело, не зрелищно и начал уже отрываться на полное. Отстегнул ремень начал кувыркаться по салону, попутно пытаясь не получить увечья. У меня нервный смех вообще, там клаустрофобическое это чувство абсолютно. Ну, на самом деле, в этот момент нужно было снимать не меня, а оператора, потому что вот он как раз всерьез готовился попрощаться с жизнью. Начали! В общем, вышло очень весело, все 12 часов съемок прошли, хоть и на морозе, но с искренним зарядом позитива, все-таки такого масштаба работы я принимал участие впервые. Ну и вышло в итоге вполне себе добротное и веселое видео, а это, ну, главное что ли? А чё, почему такой перерыв был? Стоп, на исходу, бегом, быстро еще думай. Кстати, говорят, смонтировали за день вместе с цветокоррекцией, что очень круто. Мы снимали в воскресенье, ну а во вторник ролик крутили уже первым зрителям. Что тут скажешь, кинодоктора знают свое дело. Дело закончено! Ура! Счастливо! Увидимся где-нибудь еще. На этом все, спасибо, что смотрели. Если понравился формат бэкстейджа, ставьте лайки. Если наберете 40 тысяч, то в ближайшем месяце покажу еще кое-что интересное. Ну а я пойду, наконец-таки поиграю в Battlefield 1, чего я вам желаю. Ну и не забывайте проверять инстаграм, там, кстати, было много роликов со съемок, которые в том числе вошли в этот сюжет. Проверяйте блог, твиттер и группу ВКонтакте. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok